О чем говорим мы с вами далее? О конце целой эпохи в нашей торговле. По крайней мере, так выглядит борьба с киосками, которую ведут местные власти. Ну, конечно, если местным властям верить. Каждый день появляются сообщения о том, что где-то опять убирают мафы. Часто бывают и другие новости о задержаниях чиновников, которые ровно такие же мафы крышуют. Хотя задержания эти только капля в море нелегальных доходов, которые получают от киосков по всей стране. Евгения Коваленко продолжит тему. В этой разрухе почти невозможно распознать киоски с товарами. Их сносят как нелегалов. Иногда такие ночные рейды заканчиваются даже стрельбой и дракой. Этот жесткий метод борьбы с ларьками спровоцировал протесты предпринимателей. Но в столичной мэрии утверждают, горожане их завалили жалобами. Главные претензии – антисанитария и грязь вокруг киосков. Кроме того, мафы изрядно портят городской пейзаж и мешают передвижению. Посмотрите, во-первых, на габарит прохода. Достаточно ли он для того, чтобы прошел огромный поток людей со станции метрополитена? Посмотрите, пожалуйста, на кучу мусора. Покосившиеся, поржевевшие конструкции. Небезопасные балки. Архитектор Станислав говорит, такое захламление мафами было неизбежно. Нужно увеличивать плотность среды. Каждое место в городе ценно. Каждое место должно быть полезным. Здесь очень показательно. Огромное пространство с совершенно неопределенной функцией. Чтобы сравнить, как выглядит такая же улица в Европе, я попросила своих коллег прогуляться по городу. Вот что они отметили. В Брюсселе мафов нет. Разве что такие вот киоски с картошкой фри. Это блюдо национальная гордость бельгийцев. Но даже такие точки раздражают горожан своим внешним видом. И до конца года их всех должны перестроить в одной стилистике. За деньги из горбюджета. Сделать достопримечательностью, как лондонская телефонная будка. А пиво, сигареты и разные мелочи продают в маленьких магазинчиках, которые находятся на первых этажах домов. Выглядят они не очень привлекательно, по мнению бельгийцев. Но городской совет пока не придумал, как решить этот вопрос. А вот, к примеру, в Германии есть мафы декоративные. Фонтаны, скамейки, мусорники, которые больше напоминают арт-объекты. Есть еще продавцы сосисок, которые носят на себе мини-лотки и продают товар на улицах. Исключение предрождественский сезон. Тогда в городе появляется куча мобильных киосков, в которых продают глинтвейн, пряники и прочие вкусности. А это привычная украинская картинка. С рядами несуразных киосков, в которых продают все. Люди даже прозвали их чайно-таунами. Вот один из таких в Кропивницком. Частично киоски построили с грубейшими нарушениями. Установили прямо на теплосети. Из-за этого более 30 многоэтажек могли остаться без отопления. В прошлом году здесь случился пожар, но теперь их снова отстраивают. За этим предприятием стоит один из депутатов Минской Рады. Люди стурбованы тем, что у них постоянно что-то рыют, постоянно у них что-то прорывает. Люди просят прекратить данное строительство. Непобедимая мафная мафия и в Киеве. Тут только за последних два месяца демонтировали полторы сотни ларьков. Но чиновники признают, убрать все киоски не получится. Поэтому придумали схему их размещения. И сейчас проводят открытые конкурсы для предпринимателей. Обещают единые стандарты. От цвета и размера конструкции до размещения служебного входа. Чтобы темчасовые споруды не стояли в зонах обмежения. На перехрестях, для выхода из метро, на тротуар. Было разработано 6,5 тысяч точек в городе Киеве. Каждый предприниматель мог подать заявку, например, на эту точку. А там, где конкурсы еще не провели, с законными предпринимателями заключают договора, чтобы они могли продолжать работу. Но бизнесмены уверены, все это непременно приведет к коррупции. К примеру, на этой неделе столичная прокуратура уже поймала на взяточничестве чиновника райадминистрации из отдела контроля за благоустройством. Он каждый месяц требовал от предпринимателей МЗДУ по 2 тысячи гривен за то, чтобы их мафы не демонтировали. А таких незаконных киосков в Киеве больше полутора тысяч. Их должны снести до конца года. Горы металлопластика от разрушенных павильонов. Именно сюда, со всего города, свозят демонтированные конструкции. Такое вот кладбище мафов. Таких штрафплощадок в Киеве всего пять. И все они заполнены, поэтому киоски начали размещать уже в два этажа. Чего тут только нет. От лапши и шаурмы до памятников и лотерей. А некоторые павильоны даже с товаром внутри. И обычно с этой площадки они сразу возвращались на прежнее место. Да и штрафами нелегальных предпринимателей не напугать. Список всех нелегалов можно найти на официальном сайте столичного департамента благоустройства. Андрей – директор вот этого торгового ряда на проспекте Победы. Он тоже в списке на демонтаж. Как в нем оказался, не понимает. Более того, утверждает, что это не маф, а полноценный магазин. Все документы имеет. От покупателей никаких жалоб. Тут кирпич, кафель, плитка. Все. Она же, наверное, денег стоит. Металлопластиковые окна. Обратите внимание, кондиционеры. Стеклянная дверь. Она, наверное, не дешевая. Какой-то баклан приедет и ее будет разливать. Предприниматели говорят, два года назад коммунальщики уже разгромили их торговый ряд, находившийся напротив. Без предупреждения. Тогда не было возможности даже забрать свой товар. Просто прийти, как воров, как бандита уничтожить, а? Это что? Я хочу просто выжить со своей семьей. Мы работаем, мы не воруем. Это вторая сторона медали. Тысячи мафов – это тысячи рабочих мест. Это собственники и наемные, работники службы логистики. Это те мелкие базы, на которых закупались. Это пять тысяч семей лишились дохода. С другой стороны, государство не может предложить пяти тысячам работникам новые рабочие места. И пока ситуация с мафами в Украине выглядит так же несуразно, как и сами киоски. Все попытки привести их к единому стандарту пока безуспешны. А борьба с нелегальными ларьками часто превращается в фарс или банальный рэкет. Евгения Коваленко, Елена Абрамович, Елена Брынза, Марьяна Бурякова, Павел Лысинга и Василий Миновщиков. Подробности недели – телеканал «Интер».